25 августа 123 года отметил Тверской вагоностроительный завод. По этому случаю для сотрудников и ветеранов предприятия организовали различные мероприятия. Одним из них стала интеллектуальная игра «Знаток ТВЗ». Тему продолжит наш корреспондент. Чтобы ответить на вопросы, у участников интеллектуальной игры есть меньше минуты. Охват тем достаточно широкий. Необходимо знать не только историю завода, но и производственные процессы. И, конечно, выпускаемую продукцию. В каждой команде сотрудники разных структурных подразделений завода. Основное производство и вспомогательное производство. Ремонтно-инструментальное производство, рамно-кузовной цех, цех сварки металлоконструкций, волонтеры, совет молодежи. Объединенные структурные подразделения у нас, юристы, качество. Все были очень активны, эмоциональны. Организаторы игры рассказали, что вопросы готовили достаточно сложные. Поэтому участники квиза готовили заранее. Читали книги, ходили на экскурсию в заводской музей. Предприятие с богатой историей. И, естественно, перед игрой немножко поготовился. Почитал корпоративный сайт, посмотрел исторические разделы. Ожидания от сегодняшней игры, ну, конечно, с коллегами мы хотели бы победить. У нас к 110-летию, к 120-летию завода издавались книги. И там были разделы по истории и вообще про предприятие рассказ. И вот мы читали книги эти. Изучая различные материалы, участники интеллектуальной игры узнали для себя много новой информации в сфере вагоностроения. Ведь со дня начала работы Тверского вагоностроительного завода, вся его история неразрывно связана с развитием отечественного вагоностроения и историей российских железных дорог. Первый двухэтажный вагон, он был в 1905 году сделан для перевозки людей на Дальний Восток. То есть на первом этаже там располагались животные, на втором – люди. Игра «Знаток ТВЗ» проходила в течение трёх дней. В общей сложности в интеллектуальной схватке сразилось порядка ста вагоностроителей.